Стулья, вон, пожалуйста, деревянные, поддоны, диваны. Там вот, вон он, унитаз. Диваны, унитазы, стиральные машины и даже почетные грамоты складируют неизвестные на заброшенном участке недалеко от улицы Смирнова. Возле свалки огород жительницы Барнаула Людмилы. Мусорным пейзажем женщина любуется каждое лето на протяжении пяти лет. На днях терпение лопнуло. Это очень неприятно. Тем более наблюдать, как сюда вереницы идут. Ну, скажем так, люди маргинального характера. Бомжи сюда приходят, чтобы разобрать холодильники, цветмет, какое-то железо с диванов. Люди без определенного места жительства периодически почищают свалку. Уносят самое ценное на перепродажу. Но в цене далеко не все. Мягкая мебель не в почете. Вот тот красненький диван на макушке свалки, по словам местных жителей, появился здесь совсем недавно, примерно месяц назад. А вот это кресло, судя по внешнему виду, долгожитель уже совсем сгнило. По словам Людмилы, мусор прилетает на заброшенный участок через забор. Кто его приумножает, она не видела. Как объясняют, ну, это опять же слухи, я не могу утверждать, что в этом доме очень много клопов, и просто от них не избавиться, их выбрасывают. Вот согнут забор. Это я не подниму диван, а мужчины перевалили, и пожалуйста. Мы, в свою очередь, направим обращение в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой выяснить, кому принадлежит заброшенный участок и кто на нем складирует мусор. А между тем о стихийных свалках и других экологических проблемах может сообщить любой житель Алтайского края. Народный фронт запустил опрос по экологии. Вопросы экологии, которые затрагивает это анкетирование, они в том числе актуальны и для города Барнаула. Те же вопросы сбора мусора, да, те же вопросы содержания контейнерных площадок, либо загрязнения каких-то водоемов. Я думаю, все мы заинтересованы в том, чтобы они были чистыми и всегда радовали глаз наших жителей. За три дня анкетирование прошли свыше 700 земляков. Оно продлится до понедельника, 20 мая. Ссылка на опрос опубликована в социальных сетях и мессенджерах Народного фронта. Участие поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.